Чомга, сойка, зеленушка, голубая лазорьевка, береговая и городская ласточка, кряква среди птиц, обитающих в Бресте, это лишь мизерная часть. Многих из них жители города над Бугом видят и слышат довольно часто. Любой с этой красотой природы горожане наверняка не раз задумывались, насколько богат животный мир родного края. Убедиться в этом и познакомиться ближе с разнообразием птиц, живущих в областном центре, смогли гости экологической субботы. Уникальному проекту, идея которого давно возникла у брестских краеведов, наконец было положено начало. Организаторы встречи максимально постарались, чтобы мероприятие стало как полезным, так и увлекательным. Вокруг нас живет очень много птиц. Для большинства это вороны или галки в лучшем случае. Птиц гораздо больше живет в городе. И певчие, и перелетные, и хищные птицы. Много живет в городе птиц-краснокнижников. И большинство жителей, к сожалению, об этом не знает. Гостями первого мероприятия в рамках экологической субботы были в основном школьники, приняв во внимание возраст аудитории, организаторы мероприятия решили провести встречу в форме открытого диалога. Порассуждать с ребятами на актуальные темы, такие как, например, подкормка птиц в зимний период. А также проверить подростков на знание редких видов пернатых посредством головоломок, кроссвордов и ребусов. Беседа на довольно серьезную тему с применением игровых элементов позволила брестским школьникам легшую свойств полезную информацию. Разговор о птицах и экологии в целом заставил ребят сгонуть в будущее и попытаться найти пути решения глобальной проблемы – защиты окружающей среды. Можно построить заповедники для животных, заботиться о деревьях и растениях, которые занесены в Красную книгу. Браконьеры тоже животных убивают, надо словить браконьеров. Можно высаживать новые растения. Растения дают нам кислород. Птицы – это наше достояние, наша окружающая среда. Беларусь очень известна своими лесами и природой, поэтому мы обязаны ее защищать. Организаторы экологической субботы не планируют останавливаться в своем начинании. Уже через неделю сотрудники музея и представители регионального отделения Республиканского общественного объединения Ахова-Птушек Баськовшины порадуют горожан очередной выставкой и информативной беседой на тему водно-болотных угодий Брещины. В дальнейшем, по словам организаторов, работа в этом направлении будет продолжаться. К делу планируют подключить специалистов в области природоведения, экологов, флористов, а также представителей сельского хозяйства. Продолжение следует...